Вдоль Фряновского шоссе опять лежит мусор. Для борьбы с этой проблемой в Щелковском районе Гусадом Технадзор провел спецоперацию засада. В укромных местах участники рейда поджидали тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, иногда прямо из окон автомобилей. Для более эффективной борьбы с нарушителями в операции, кроме инспекторов Гусадом Технадзора, участвовали сотрудники ГИБДД, а также администрации района. В паре с администрацией работа, взаимосвязь, вот эта цепочка, она получается наиболее сильна. По устранению данных очагов именно сотрудниками администрации должна быть максимально быстрая реакция по вывозу данного мусора, данных навалов. А сотрудники ГИБДД привлекают и штрафуют данных нарушителей. Буквально неделю назад стихийная свалка на этом месте была убрана, но она появилась вновь. Уже закономерным стал выброс мусора на площадке, где отдыхают автомобилисты, в районе поворота в деревне Кустыши. Один нарушитель был пойман. Я смотрел, здесь кучка мусора валяется, поэтому сюда привезли. А как вы считаете, можно здесь мусор бросать? Ну, смотрели, свалка. Мусор, когда контейнер стоит. На площадке я смотрю, мусор валяется. Мусор выбрасывают на контейнерную площадку. Мест таких у нас в последнее время меньше становится. Но, к сожалению, еще, как сами видите, такие места несанкционированного сброса, несанкционированных свалок, мусора существуют. И периодически жители, дачники сбрасывают мусор. Вот такие вот места. Их количество, оно постоянно меняется. Потому что, когда мы выявляем свалки, они, естественно, ликвидируются. Но, к сожалению, иногда появляются и новые. Во многом вина лежит на самих жителях. Вместо того, чтобы заключить договор на вывоз мусора с коммунальными службами, горожане, особенно дачники, сваливают его куда попало. А ведь по закону за выброс мусора в неположенном месте обычным гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Организациям полмиллиона. Убирать несанкционированный мусор приходится на бюджетные деньги. На сегодняшний момент есть многие дачные кооперативы, которые добросовестно заключают договора. Большую работу мы много лет уже проводим с частным сектором по заключению договоров от частного сектора. Но все равно есть негативные моменты, когда жители, пытаясь, не заключив договора с частного сектора, а также дачные кооперативы, вывозят мусор свой на прилегающую территорию. Думаю, что эта территория бесхозная. На обочине дороги в селе Трубино также лежат пакеты с мусором. В ходе операции засада сотрудники администрации и гусадом технодзора выявили еще одного нарушителя, который был привлечен к административной ответственности. Только что сброс мусора в районе Трубино движется в сторону Литвиновского поворота. Есть у нас там дежурный отряд ДПС? Мы с госантехнодзором проводим спецоперацию. Есть, да? Отлично. Пусть его остановят. Спасибо. В летний сезон с мая по ноябрь количество несанкционированных свалок заметно увеличивается, а значит и рейды будут проводиться регулярно. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелкало». Продолжение следует...